Всем привет! Добро пожаловать на канал «Путешествие с Расселом». Сегодня я и мой друг Бен находимся в пригороде Москвы. Откуда ты, Бен? Новая Зеландия. Сегодня мы пройдемся по моему местному супермаркету. В этом супермаркете огромный ассортимент, очень большой выбор. Я хочу вам показать именно ассортимент. Вот парень приводит на тележке новую партию картошки. Здесь несколько видов картофеля, а здесь непомытая морковь. Выглядит так, будто ее только что привезли с полей. Вот перец, а здесь заранее упакованные овощи. Как вы видите, вне зависимости от того, какие фрукты или овощи вы захотите, тут всего более чем достаточно. И они еще и подвозят новые партии по мере продажи. Я только что увидел то, на что он указывает. Давайте-ка рассмотрим поближе. Бен, ты прям как эти дети, которым посчастливилось рассмотреть эту рыбу вблизи. Есть ли подобное в Новой Зеландии? В супермаркетах точно нет. Я не думаю, что вы можете получать более свежую рыбу, чем здесь. Вот здесь свежая рыба, свежая семка, целый ряд, и он все тянется и тянется. Если бы моя мама была бы здесь, в Москве, это был бы ее любимый отдел. Со всем этим выбором салями и колбас. Я думаю, если бы пришлось подсчитывать количество сыров здесь, то их оказалось бы где-то 70, 80, 90 видов сыра. Давайте повернемся сюда. И тут мы видим, что три четверти всех полок занимают майонез. Посмотри, как много видов майонеза у них. Упаковки все идут и идут. Очень большой выбор майонеза. Огромный выбор в молочном отделе. Да, у них намного больше ферментированной молочной продукции, вроде йогурта и кефира. Вот, посмотрите, в качестве примера. Это черный ржаной хлеб. Вы не купите такой в Новой Зеландии. Вы можете купить ржаной хлеб, но это неправильный ржаной хлеб. И это именно то, что мне здесь нравится. Так что я бы покупал его каждый день. Поскольку у меня двое маленьких детей, этот раздел очень важен для нас. Здесь детские шампуни, мыло для детей, салфетки, памперсы. Здесь есть все и даже больше. Детское питание, как органическое, так и более традиционное. Как ты думаешь, что бы сказала твоя жена? Может, она бы позавидовала, что мы пришли сюда? Немного позавидовала и, возможно, спросила бы, почему ты не купил это, это и это? Нам ведь это нужно. Я удивлен ценой и изобилием в супермаркете. Здесь во Франции все дорого, и некоторые продукты недоступны. Такие как масло, мука, горчица. В дополнение к ценам на бензин, газ и электричество, которые очень дороги. И у нас, вероятно, будут проблемы этой зимой. СМИ каждый день говорят, что санкции наносят ущерб российской экономике. Спасибо, что показали нам реальность в этом видео. Я живу в Германии, это ужасно. Никто не может себе позволить оплачивать счета. Никто из моих знакомых из России не может сказать, что чувствуют последствия санкций. А вот мы их чувствуем. На этой неделе в моем местном магазине «Алди» в Великобритании не было молока и почти не было семги. Нехватка продуктов стала обыденностью для «Алди». Но важнее то, что мы страдаем из-за санкций куда больше, чем русские.